И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим с вами играть в Тэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Самую жирную армию, самых мощных юнитов в плане здоровья. Хотя это, конечно, я не всех попробовал солдат создать, какие только можно было. Но наиболее мне приятную армию я себе создал, мы её затестили и получилось довольно круто. Мне лично понравилось. Если вы не смотрели предыдущую серию, рекомендую посмотреть здесь. Подсказочка будет, может, и окликнуть и посмотреть предыдущую серию. А сегодня, ребята, мы попробуем новую армию, которую вы мне предложили. Это написал мистер Фрайм, армию из животных. Сегодня попробуем армию животных. И также комментарий, который мне понравился. Даник Тарманов написал, снимай больше видео про эту игру. Поэтому сегодня, ребята, будет два ролика по Тавер Конкуесту. Решил сегодня хорошую такую пятницу устроить, скажем так. Вот, ребята. Поэтому сейчас мы будем создавать армию чисто животных. Да. И, кстати, ребята, не забудьте поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше роликов по Тавер Конкуесту будет выходить и дальше. Поэтому, ребята, с вас огромный лойс. Если наберется больше, чем 3000 лайков, то буду каждую пятницу, наверное, по две серии Тавер Конкуеста снимать. Либо какой-нибудь еще игрушки, возможно. Посмотрим. Ну, я приму это к сведению, если вам эта идея понравится. Вот, скажем так, если будет много лойсов. Так, ну что, сегодня каких-нибудь животных? Ну, черепашку можно первый. Можно тигра, но не знаю, брать ли тигра. Кстати, единственный минус, что у нас нет, по идее, босса, который является каким-то животным. Единственное, можно взять Войт Лорда. Это он какой-то странный существует. Может быть, во всей вселенной он все-таки какое-нибудь животное, возможно. Но не буду про это ничего говорить. Просто из боссов у нас нет животных. Поэтому как-то вот так. Но босса по-любому нужен. Без него никак. Вот этого чудо-зверя можно взять. Да, это тоже, думаю, что животное инопланетное какое-то. Так, кто у нас еще есть? Кого бы еще можно было взять из таких зверьков? Есть собака, наверное, прокачать надо будет. А из тех, что у меня более-менее уже прокачаны. Есть тут улитку, кстати, наверное, можно было. Хотя они совсем, правда, животные. Но я бы не отказался иметь в своем отряде. А Вервульфа тоже довольно странно иметь в своем отряде. Ну, тигр у нас есть. Тигр стопудовый. Это понятное дело. И еще нужен какой-то один товарищ. Но тут остались такие спорненькие солдатики. И я даже не знаю. Ну, пес, наверное, будет. Давайте пса возьмем. Будем его допрокачивать. Ну, вот примерно такой отряд. Конечно, черепаху тоже особо так в этот ряд не входит. Лучше бы какого-нибудь зверька нам нормального. Типа тоже какой-нибудь собачки. Но вот что-то как-то не вижу. Я от Вервульфа. Но Вервульф это совсем как бы не то, наверное. Это все-таки какой-то ближеоборотень. Хотя и волк, наверное. Но давайте чисто интереса ради тоже его возьмем. Единственный минус этих карт, что они очень не прокаченные. И наверняка этот ряд будет не очень успешен сейчас в плане этого захода. Хотя, черт его знает. Может быть и неплохо пойдет. Так, с кого бы докачать тогда? Вот этот у нас товарищ, конечно, может один за всех отрываться. Он самый-самый прокаченный. Собачку надо прокачать хотя бы до 10 левела. То, чтобы она хоть что-то из себя представляла. И Вервульфа нашего так же прокачать до 10 левела. А то дальше будут они вообще ничего не делать. Просто аутировать, наверное, где-то. Ну, примерно вот такой вот отрядик. Он чисто такой, знаете, фановый по вашим запросам. Ну, если он хорошо... Кстати, что это такое? Гвардиан, слоуталт юнит, демидж с энеми свитер шилд. Ух ты! Вот такого я не видел, кстати, товарищи. У пришельцев интересно. Ну, попробуем. Попробуем. Главное, что там камикадзе нету. Если камикадзе нету, то играть становится проще. Так как он не будет спамить всякими... Всякими мелочными юнитами, мелочной валютой, скажем так. Так, ну что, тогда купим заряд. Начнем, наверное, с Таск Вориора, так как он самый сильный. Кстати, если враг не ходит, то я могу еще подождать. Что-то он... На что он купит-то там? На босса сразу, что ли? Так, вот этот чувак с щитом, который, типа, крутой. Ну, давайте посмотрим, как он... О, господи, нифига себе, собака быстрая. 17 урона! Да, ну, даже, как бы... Это даже уродом не назвать. Он просто пробить его не может. Это... 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 это такое себе решение, да. Так, давайте-ка мы их пока запылесосим и подождем, пока Таск Вориор снова. Появится, нет? Надо кого-то поставить. И мою базу уже задамажили. Ну, ладно, задамажили, так задамажили. Попробуем как-нибудь так. Я понял, что надо прямо спамить кучу юнитов. И проблема нашего отряда в том, что он достаточно дорогой получился. Поэтому это его один из больших минусов. И достаточно слабый в плане того, что юниты... Стоп, почему он его не пробивает? Он ему вообще ничего не наносит. Он должен какой-то урон хотя бы наносить? Не? Че? Это, типа, нормально? Или как? Или я что-то не понимаю просто? Так, вот на нем щит. Но почему, когда он его бил? Типа, есть какое-то условие, что этого чувака нельзя так просто пробить или чего? Как оно... Для меня как-то непонятно получается это дело. Ну, ладно. Вот, смотрите, он перепрыгивает. Либо он носит... Вот, теперь бьет. А что до этого-то было такое? Он стоит такой, колбасит его, но как бы пофигу. Как будто и ничего не наносит. Ну, кстати, Вервульф крутая карта. Вот насчет собаки я не уверен. Урон какой-то просто... Вот... Нереально маленький. Семнадцать урона. Хоть он три раза вылетает вроде этот урон. Че-то там по несколько дэмэджей. Но... Типа, это даже уроном трудно назвать. Цифра реально малюсенькая. Если воспринимать как-то это в цифрах, то реально цифра никакая. Вервульф и то гораздо убойнее, гораздо мощнее. И... Ах... Блин, как эта собака мне прикалывает. Просто выходит и ваншот в нее такой. Так, давай. Почему-то Скорер еще ни разу скилл не вылетал, который прямо MLG-шный такой всех разрывает. Но давайте его и от лорда призовем. Если это правильно призывать его, конечно. Я просто не уверен в том, что он животное. Поэтому... И думаю, что может его и не призывать в следующий раз. Ладно, давайте как-нибудь без него. Сейчас пока что тестовый такой заход. Он у нас будет в роли танка, наверное, выступать какого-нибудь. Или что-то в таком духе. Так. Ну, главное, чтобы отряд использоваться мог. Но в целом вы сами ведь понимаете, что это чисто такой фо-фан отряд. Как бы... Мощь от него огромная. И боевой ждать не стоит. Но посмотреть на это все равно должно быть интересно. И проблема этой колоды, что она очень дорогая получилась. Ну, реально, стоит она очень дорогая. Каждый юнит здесь стоит просто космос. Может быть, его, конечно, стоит как-нибудь переделать. Каких-то чуваков заменить, может быть. Ну, не знаю. Вот смотрите, они уже как-то копили своих солдат. Сейчас я вот создам, конечно, этого. Таск-ворьера еще одного. Но вот сейчас я создаю. Придется по-любому скил использовать. Потому что иначе просто никто не сможет нанести ничего. И, наверное, у меня в этом плане отряд не был... Оу. Неплохой бонусик подогнали, а? Вовремя. Так, стоп. Только почему там стоит и этот... О, ладно, все. Ау. Оу. А лев-то что-то... Тигруля не слабо бьет, оказывается. Ну, вот этот парень с щитом какой-то очень жесткий. Очень много хп. Его даже Таск-ворьер не пробивает. При том, что у него уровень... У Таск-ворьера огромный. И это третья эволюция. Как бы тут такое чувствую, что тут явно какая-то очень мощная карта против нас выступает. Так. И давайте... Ну, то это вообще атаки нет. Может быть, есть какая-то другая собачка, на которую можно заменить. Так, погодите, зачем я в армию зашел? Мне вот как бы все вроде более-менее нормально еще. В принципе, устраивает. Волк меня вообще радует. Вербульф. Классная карта. А вот собачка... Меня как-то вот вообще... Мне кажется, что она вообще какая-то... Не-не-не. Не такая, знаете. Кто у нас есть еще? Вроде больше как бы есть цапля, но она вообще тоже слабая очень. Может, черепаху все-таки возьмем? И спайдер-бота животным трудно назвать. Так. Ну, давайте попробуем черепаху. Не знаю. Не просто... Чувствую, что здесь это вот... Как бы собачка-то вообще не нужна. Ну, просто она не... Что, еще один эпический юнит? Вы издеваетесь. Я пошел тестировать какие-то фановые карты. Они используют юнитов, которые просто... Че? Вот этот чувак перепрыгивает моих. Че? У меня... Да, ну, пойдемте на арену попробую. Я лучше на арене посражаюсь. Что-то как-то, знаете, эта карта как раз не подходит для того, чтобы нам тестить что-то. Лучше пойду я посражаюсь против других игроков. Здесь хоть мне аренку дадут побольше. Нормальную я смогу поднакопить манки побольше. И после этого уже начать драться как надо. Так. Хорошо, что есть Таск Вориор. Он у меня как танк выступает неплохо. Есть, конечно, еще и этот. Войтлорд. Он тоже по хпшке неплох. Но пока что... Главное, чтобы просто за черепахой кто-то стоял. Вот. Вот это я понимаю урон. Вот так Таск Вориор и должен дамажить. А не то, что там до этого было. Так. Надеюсь, сейчас не убьет черепаху. Нет, черепаху не убила. Спасибо. Господи, молния. Блин, какого хрена? Эй, че? Какого хрена самолет там засосал и он в итоге стоял? Блин, я сейчас потеряю своего Таск Вориора. Ну, ты сражался с честью, друг мой. Так. Ну, пока он кидает свои самолетики, я могу поднакопить маны. Можно, по идее, еще раз бустануть маны. Стоит ли это делать? Не знаю. Давайте, почему бы и нет. Сейчас призовем Войт Лорда и за ним еще Таск Вориора. Пока он Войт Лорда пробьет, у него явно уйдет очень-очень много времени. Да ты заколебал-то! Че все спамишь в молнии-то нон-стопом? Ой-ой-ой-ой-ой, Терминатор приперся. Так, слушайте, давайте Терминатора подзасосем немножко к нам. А, его нельзя засосать. Так, ясно, у него какая-то защита есть от этой фигни, оказывается. Это плохая новость, блин. Так-то с Вориора сейчас потеряю. Хотя нет, слушайте, не потерял. Но все равно потеряю. Правда, или поздно только не ракета. Ну зачем ты засосал этот самолет? Он же, блин, только мешается. Так, ладно, надо прыгающего нашего товарища. Блин, если я сейчас не смогу победить ихнего босса, то все будет очень плохо. Вся проблема только в победе над боссом. Он здесь, Терминатос этот, экстерминирует всех нас. Блин. Ну, хотя бы пробегает юнит и так просто. И это, наверное, хорошо, плохо, не знаю. Так, давайте всех по чуть-чуть. И скилл нужен, иначе не пройду. О, Терминатора победили? А чем я его победил? Чем я победил Терминатора? Я даже не понял. Ну ладно. Э, да блин, в Черепаху попало. А как он-то с Вориора не украл? Чувак, как-то странно работает. А еще один появился. Да хватит! Чувак, дай, дай, дай мне победить. Я эту колоду тестовую делаю. Мне хочется побеждать. А я так только убирать буду, блин. Терминатор гребаный. Он еще весь залп дает моего самого мощного юнита на этой колоде. Так, а теперь мы вот так сделаем, пожалуй. Потому что иначе... О-о-о-о-о-о-о-о-о! А Терминатор это не слабо раскладывает Асквориор, слушайте. Блин, ну вот Черепаха тоже очень спорный такой юнит. Я вот не понимаю. Вроде урона должно быть дофига, но урона как-то вообще мало. Скорость стрельбы тоже какая-то спорная. Ну, я не знаю. Даже если прокачать Черепаху до самого максимума, она какая-то непонятная. У нее даже ХП столько нету, чтобы она типа там такая... Воу! Это непобедимая самая карта. И у нас есть 30 тысяч монет. Можно чисто, конечно, докачать сейчас всех этих юнитов до максимума. И посмотреть уже, как, например, так пойдет. Ну вот, а приятного товарища мы качаем до 20-го. Вервульфа тоже я делаю, насколько могу, максимально. Все, вот эти карты просто максимум. Черепаха на 15-го, но она как бы и так неплохо справляется. Ну и посмотрим, получится ли мне этим отрядом победить сейчас. Ну, я очень уверен в этом. Этот отряд... Ну, то есть тут нету каких-то хилеров. Я тут прям пытаюсь из последнего вылезти, как-то справиться. И... О, кстати, этот юнит. Просто... Просто посмотрите на его скорость бега. Смотрите его в атаку. Это, блин, легендарка называется. Конечно, ваншот, понятное дело. Но, блин, она очень дерзкая. Сейчас перепрыгнет через моего. Так, это хотя бы... Да, блин, это перепрыгнул через этого. Че это такое, блин? Ну, отлично. Сейчас проиграю от того, что просто не могу... Вот такие моменты собаку хорошо. В такие моменты хорошо собаку. Я с вами согласен. Чертов прыгающий хрен. Какой же он неприятный. Ладно. Пойдем на арену тогда. На арене затестим. Эти прыгающие... Хреналдаты мне не очень не нравятся. Так, здесь чувак берущий под контроль. Ну и ладно. Кстати, у нас 20 уровень. Теперь могу ставить на тренировку сразу по 6 солдат. Ну, то есть, точнее, х6 мощность будет этого дела. Ом. Не понимаю, как-то бэкграунды на этих картах всегда. Почему у нас 2 андет базы, но при этом как бы... Че? Почему лес? Ну, Ронин против Таск Вориора точно ничего не сделает. Это было бы что-то на уровне фантастики. Мне сейчас интересно, как себя покажет Тигр и как себя покажет Вервульф. Ну, у них тоже Тигр есть. Ну, я пока что покоплю. По идее, Таск Вориор должен Тигра победить. Но если, конечно, там используется такой мощный скилл, то явно у него шансов нет. Так. Давай, давай, давай. Блин, сюда еще и этот идет самолет гребаный. Может его скилануть? Давайте-ка мы его скиланем, чтобы он обошел всех этих моих. Так, и Вервульф пошел. Ну-ка, сколько урона у него? Бам, 200. Ну, это, наверное, все ХП, которое у него есть, поэтому урон как-то вот так. Так, 75, 75, 400. Слушайте, а, неплохо, неплохо так-то. А если сейчас еще бонус словим, то должно быть вообще все красиво. Ну, слушайте, получилось. Раскачанный отряд-то по-любому сильнее. Поэтому на него смотреть-то даже интересно. Так, файт снова у нас. И снова на арену попробуем. Так, ищем оппонента. Кто у нас оппонент? Оппонент у нас Джоа Виттор какой-то. Ну, самураи, иронин. Что-то всем Джейт Эмпайр нравится, что ли? Какие-то странные наборы. Либо ребята мои ролики не смотрят. А то у них, ну, реально, какие-то наборы карт вообще непонятные. То есть, даже смотреть в компьютер с таким набором не очень приятно драться по мне. Так, ну, ждем, пока подбирается Франки-Франки. Сейчас у нас будет Тигруля или Таск Вориор. Не знаю, кого я первым призову. Ну, пусть будет Тигр. Пусть как-то по-новенькому все будет. Бам, 500 урона. Сейчас еще Таск Вориора, и нормально будет. Так, бонус, бонус, бонус берем. И сейчас еще Вервульфа. Вервульф клевый чувак, но вот перепрыгивание через Гвинита, это, конечно, по мне, это не очень тема. Блин, сейчас еще и потеряет. Ребят, да, давай, прыгай скорее. Оп, все. Миновал, и дальше там сейчас с Ранином будет драться. Наверняка он спеет Ранина призвать. 75. Охоу, нифига себе. Ну, такой, да, нормальный чувак пришел по мою душу. Давайте попробуем хоть зарезать. Блин, да гребаный этот Франки вылез, не вовремя. Франки, из-за Франки сейчас потерял всех своих основных товарищей, которые сражались у меня. Бам. Так, еще Вервульфа. Блин, ну это эти корни, конечно, они меня с ума сводят. Дайте атаковать один раз Олдвана, и все, он как бы готов. Олдвана развалить как нифиг делать нашим отрядам, у нас урон-то огромный. У Олдвана урона много, жизни так себе. Так, ну, здесь нормально получилось. Так, а этих, пожалуй, я вот так вот сделаю. Хотя не особо в это было много смысла, но зато у нас залп нормальный получился. Нашими ребятами. Так, ну на этих ребятах офигеть, как много очков не заработаешь. Надо, чтобы максимальное количество очков в конце получить, максимально быстро победить и много очков сделать, надо брать отряд, который самый крутой мой отряд. Ребят, если вы не видели, посмотрите ролик, там прям реально я собрал самую имбу из юнитов, по моему мнению. Которыми можно побеждать чуть ли не всех. Так, у нас уже три черепахи. Это, конечно, что-то с чем-то. Три черепахи, если накопить, и до них никто не дойдет, это, ребята, ну, очень-очень сильно. Потому что у них реально уе-урон, и такой залп, он всех развалит. Ну, с этим мы, чуваком, долго деремся. Я думал, что это будет больше прижики из винов все-таки. А что-то как-то не идет у меня игра. Но это из-за их базы, которая корнями прожигает моих. Так, у черепах еще минус, что они назад откатываются. Вот это тоже как бы хреново. Это тоже сильно мешает. Из-за этого мне черепахи сильно не нравятся. Так. Ну, что тут? Тут у нас опять эти. Давайте скиллоним их, пусть их тогда немножко поубивают. И черепахи, давайте залп, бам. Еще залп, бам. Я, правда, без своего Войтлорда играю. Если бы у меня был бы Войтлорд, вы уж понимаете, что тогда бы я просто как нифиг делать победил. Со своим боссом. А он-то призывает всяких Олд Вана и то подобное. О, Увервульфа прокатил скилл, неплохо. Если скилл прокатывает Увервульфа, то он, конечно, та еще имба. Тогда. Ну, Олд Ван сейчас будет разматывать моих. Сколько там уже черепах скопилось? Четыре штуки. Там уже артобстрел будет просто какой-то. Сейчас бам, бам, бам. Просто всех чертям выносим. О, давайте Л2 на свою сторону заберем. Эй, не убивай свою базу, друг. Эй, блин, слишком быстро перестал, перехотел это делать. Чувак, почему ты побыл предателем так мало времени? Так, надо бонус взять. Все-таки очков я 2000 набил. Будь множитель X10, это был еще тот рекорд. Но множитель, к сожалению, всего X1. Поэтому я особо ничего даже не получил. Вот. Даже в новый рекорд это какой-то не пошло. Ну, вот, ребята, вот такой вот отряд из наших животных. Если можно так назвать. Хотя я бы не сказал, что конкретно это животных. Скорее, это немного такой мною модифицированный вариант. Но в целом такой а-ля животных. Потому что здесь чисто нет какой-нибудь там белки, собаки. Там всех вот таких вот, я не знаю, котиков. Там чисто здесь нету. Поэтому там уж приходится как-то экспериментировать и придумывать. Ну, вот такой вот отряд. Не знаю, понравился вам или нет. Но вы можете всегда предложить свой вариант в комментариях. Я после этого посмотрю его. Вставлю его в ролик также. И попробую его создать. Если это какой-то интересный вариант. Поэтому мы его попробуем. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Увидимся, когда увидимся. Всего вам приятного, хорошего. Лайк, подписку, не забывай.